Всем приветики, вы на канале CryptoCommons. Сегодня будет быстрый апдейт по ситуации на крипторынке. Ну что мы видим, наша с вами недельная хаканаша свечка все еще зеленая. Она иногда зажигается красным цветом, но мы это узнаем в понедельник, когда закроется этот бар, начнется следующий. Что здесь можно также отметить? На часовом, допустим, таймфрейме мы можем ясно видеть, что медвежья ловушка отыграла себя, и мы поперли наверх. Да, это можно рассмотреть все как некий падающий клин, некая поддержка и сопротивление, которое мы сейчас пробиваем. Так что нам очень важно удержаться выше вот этого уровня сопротивления, и либо сразу попереть сейчас наверх, либо, может быть, его ретестнуть и попереть наверх. Но, в общем, глобально нам очень важно с вами идти туда, как быкам, вы это понимаете, надеюсь. И тут на пути туда у нас с вами будут, что, вот красный мувинг в районе 48 тысяч. На самом деле это все фуфло, все эти мувинги, хотя, несмотря на то, что они отрабатывают, если вы посмотрите в историю, мне больше даже сетка EMA Ribbon импонирует в этом случае. Вот, если мы на нее посмотрим, то мы ее сейчас на часовом таймфрейме пробиваем. На четырехчасовом таймфрейме мы ее еще не пробиваем. Она может выступить, конечно, как сопротивление где-нибудь вот здесь, но нам очень важно ее пробить, чтобы она развернулась в бычью сторону. Вот, но самый прикол, что на дневке, на дневке-то она даже не разворачивалась в медвежью сторону, посмотрите, на дневке мы точно удержали ее вот здесь и не провалились ниже. А на недельке, так вообще, посмотрите, у нас бычье движение, о чем я вам уже до этого говорил. Поэтому, ребят, на недельке мы ее удержали вот здесь, в предыдущем дампе. Очень важно всегда одоляться и смотреть на ситуацию в целом. Теперь, сейчас немного поговорим про альткоины. Трон с момента вчерашнего сигнала уже полетел. Вчера или когда я позавчера вам дал сигнал на трон. Вот, почему очень важно, чтобы вы были подписаны на наш телеграм. Трон BTC на недельном таймфрейме собирается пробить многолетнее сопротивление, сказал я вам, когда он стоил 199 сатоши. Что мы сейчас видим по трону? Он уже стоит 220 сатоши и, собственно, пробил это сопротивление, которое вот у нас нарисовано, посмотрите, и попер дальше. Но тут надо смотреть дневной или хотя бы недельный таймфрейм. Тут очень хороший потенциал хода есть у трона, как и, в принципе, у многих альткоинов, ребята. Очень важно также, чтобы вы смотрели их графики к биткоину, а не только к доллару, потому что нужно же понимать, отток идет ликвидности в альты или в биток. Ведь на этом рынке не обязательно все выходят в тезер, а многие аккумулируют биткоин, потому что мы видим с вами, что биткоин растущий актив, и имеет смысл аккумулировать его, чем тезер, понимаете? Если вы аккумулируете USDT, то с годами, вот, посмотрите, инверсный график биткоина к доллару, то с годами вы получаете в просадке, потому что смысл? Вы саккумулировали больше USDT, а он выглядит вот так вот к биткоину. То есть лучше бы вы аккумулировали биткоин, согласитесь, с годами. Понятно, что бывают медвежьи рынки, когда у нас биткоин падает, но если вы посмотрите, они их максимум 30% времени, а в целом тренд у нас явно растущий. Вот, это очень важно понимать, зачем торговать к биткоину и аккумулировать к биткоину. Нахрена вам USDT, если вы потом на это же количество USDT можете купить меньше биткоина. Согласны? Надеюсь, что согласны. Теперь биткоин-доминация, что мы видим? Она пробивает локальный лоу, дальше она пойдет пробивать глобальный лоу. Это по моему сценарию, опять же, дисклеймер, не финансовый совет. И дальше мы обрисуем некий новый лоу, скорее всего, в районе 25 или даже ниже, потому что альткоинов сейчас просто тьма, и из них есть, конечно, перекачанные, типа всякой Соланы, Маланы, но есть далеко не докачанных много альткоинов, которые могут очень хорошо прыгнуть на отскоке сейчас, но ключевое слово могут, поэтому дисклеймер. Что мы еще не посмотрели? В принципе, по альткоинам я делал разбор недавно еще, позавчера, по-моему, посмотрите его обязательно, сейчас появится сверху. Но я говорю сейчас о тех альткоинах, которые я там не посмотрел. Не посмотрел я там биткоин-кэш. Давайте взглянем биткоин-кэш, просто забыл его посмотреть. Тоже здесь, смотрите, к доллару явно восходящее движение, к биткоину, что еще более важно смотреть. Биткоин-кэш находится просто на all-time лоях и рисует разворотное W, все это видят. Вот, биткоин-кэш, напоминаю вам, к биткоину стоил на пике полбиткоина вот здесь вот. Ну, это его пампили, конечно, но так в целом он стоил вот 17 миллионов в Сатоши, 13, 10, то есть, грубо говоря, одну десятую часть битка он долго стоил, потом его сильно задампили, как и Dash и все остальное. И сейчас, почему бы и нет, сейчас отличный расклад, по-моему, чтобы его аккумулировать, как минимум вот куда-то сюда, ну и часть позиции оставить вот сюда, потому что наверняка мы туда долетим. Только дураки сейчас продают на лоях, понимаете? Бинанскоин, кстати, давно не смотрели Бинанскоин, посмотрите, Бинанскоин к биткоину показал очень крышностную динамику. А, это мы в логарифме с вами сидим, понятно. И, в принципе, если отключить логарифм, вот, то тут, конечно, есть куда корректироваться, поэтому я бы в это добро не лез. К доллару, опять же, посмотрите, какой мощный памп. Вот имеет смысл, вот вы сейчас набираете вот здесь всякие монеты внизу, я надеюсь, что вы их набираете, имеет смысл в ваших монетах ждать вот такого движения и потом только выходить. То есть, здесь, по моей стратегии, уже надо скорее выходить и не заходить пока в это больше. One inch, one inch мы хотели глянуть. One inch тоже, посмотрите, какая восходящая трендовая у него, которую он не пробил вниз. То есть, в принципе, очень даже тут хороший потенциал для роста я вижу. И one inch к биткоину, в принципе, тоже похожий график. Вот. И, да, я думаю, что one inch очень бычий, и все шансы у него есть переписать хаи и двинуться дальше. Потому что, смотрите, опять же, Cardano уже это сделал. Понимаете, почему я говорю не брать сейчас Cardano, Solano? Оно уже переписало хаи. Оно может сходить еще выше, может, но в целом оно потом уйдет в корректос наверняка. Поэтому не лезьте вы в хаи, не лезьте по хаям. Мой вам совет. Аудио, кстати, давно не смотрели. Аудио BTC. Но тут тоже, понимаете, уже пошло движение. Оно наверняка перепишет вот этот хай. Но когда оно это сделает? Может сразу, а может через более длительную коррекцию или флэт. Понимаете? Поэтому сейчас я бы вот на аудио на краткосрок не ставил. Если вы держите часть аудио, то держите. Кто набирал с нами здесь там по доллару ее, по 0.9, слили уже треть. Все, вы свое забрали. Держите вы ее до новых хаев, если хотите. Но будьте готовы и вот к такой ситуации. Потому что TikTok TikTok, там партнерство, а в целом фундаментал с ценой крайне мало связан, насколько вы знаете. Теперь минутка новостей. ЦБРФ внес транзакции с обменниками криптовалюты в рекомендации блокировки карты счетов. Что это значит? Что, блин, все, теперь, когда вы выводите с обменника, вы под колпачком, хотя вы и так всегда были, и вас будут типа блочить, вплоть до того, что блочить ваш аккаунт, банковский счет и вообще говорить до свидания, всего хорошего. Хотя я хочу сказать, что у меня знакомый недавно прогнал пару лямов за месяц через ВТБ с Бинанса и обратно. И у него также заблочили счет, хотя еще этого не вступило в силу. То есть подозрить на операции с криптой понятно, что да. Но, ребят, с другой стороны, вспомните, как блочили у нас торренты, как блочили Telegram и что, где. В итоге Telegram уже официальный партнер Олимпийских игр был, по-моему, да. А торренты сами эти, блин, главный борец с торрентами Алла Михеева брала у него репортаж острый и спросила, вы качаете фильм? А он такой, я? Нет. Ну, то есть, блин, понятно же, что он сам качает, блин, с торрентов. Поэтому, слушайте, все это понятно, что пчелы против меда, но, тем не менее, надо себя обезопасить. Вы же не хотите, чтобы ваши банковские счета были заблокированы. Поэтому, что здесь можно посоветовать? Ну, лучше всего, конечно же, это кэш. Кэш никак не отследить. Поэтому, ребят, в описании этого видео есть ссылка на рабочие обменники. И вот здесь есть вот эта ссылка на CC Exchange, криптоэксченч. На нее нажимаете, попадаете на очень хороший обменник. Сам им пользуюсь, прекрасно, все нравится. Офигенный курс, ништячная поддержка. И тут есть все. Вот Сбербанк, Тинькофф, если небольшие суммы. Но также здесь есть и кэш. Наличные Москва, наличные СПБ. Видите? Приезжает курьер, меняет вам за наличку и все. Вообще беспалево. Тезер на троне, тезер такой, секой, биток, эфир. Там иногда альткоины проскакивают. Но через тезер можете выводиться спокойнейшим вообще образом. Так что рекомендую. Ну, лучше всего, конечно же, если кто-то из ваших знакомых хочет купить крипту, допустим, или продать. Вы просто с ними делаете сделку прямо по бирже и съедаете спред пополам, чтобы никому не обидно было. И все. Поэтому, ребят, не паримся насчет этого. Теперь, смотрите, погнали дальше. Индекс страха и жадности. Как быстро меняется настроение толпы. Офигею. Смотрите, неделю назад мы были в жадности. Сейчас мы уже в страхе, как только мы упали. Хотя должно быть наоборот. Давайте взглянем на курс биткоина. По идее, вот здесь вот мы должны были быть с вами немножко в страхе, да, напуганы, что мы так безоткатно растем и ожидать коррекции. А сейчас здесь мы должны с вами быть жадными и скупать этот страх. Но, видите, не все же могут зарабатывать на рынке. Большинство теряет. Поэтому, ребята, я лично только радуюсь тому, что сейчас у нас страх. Чем он экстремальный, тем лучше. Да и тотал просто. Если мы посмотрим общую капитализацию крипторынка, то мы видим с вами очень интересный момент. Для всех тех, кто думает, что мы уже в медвежьем рынке. Посмотрите. Вот у нас был хай в 2,5 триллиона. А сейчас мы дошли до 2,45 триллионов. То есть очень-очень близко мы дошли. И если вы считаете, что это понижающийся максимум, по идее, конечно, это так. Это понижающийся максимум и признак медвежьего рынка. Но обратите внимание, как происходит в реальных медвежьих рынках прошлого цикла. Вот у нас был пик в 750 миллиардов. И следующий понижающийся пик уже в 470 миллиардов. И в 428. То есть снижение очень существенное, чтобы вы понимали. А сейчас у нас картина примерно вот такая. А капитализация альткоинов, так вообще, посмотрите, она практически уже стучится в предыдущий хай и собирается его пробить. Поэтому фундаментал у нас абсолютно бычий. По модели Stock to Flow, смотрите, мы прекрасно идем по треку. Причем расхождение с ней у нас сейчас одно из самых сильных. То есть мы должны быть уже в районе 80 тысяч сейчас. Понимаете? И посмотрите, как всегда было в прошлых циклах, мы тоже падали, тоже были коррекции, медвежьи ловушки так называемые. Единственный индикатор, который у нас говорил про то, что это все вершина цикла, это был PI Cycle Top, которому тоже, кстати, никто не верил. После этого мы увидели массивную коррекцию. Но опять же, не забывайте момент, ребята, что этот индикатор также показывал нам вершину PI Cycle Top в середине 2013 года. И она в моменте отработала, как сейчас. Но после этого мы улетели еще на 15 иксов. Поэтому делайте свои выводы сами. Хэш-риббанс орет лонг, фундаментал очень бычий. В любом бычьем цикле имеются медвежьи ловушки. Без них-то как? Посмотрите. Ну вот как без такого падения продолжить рост? Да никак. Поэтому дисклеймер, ребятки, не финансовый совет. С вами был Гриня. Принимайте решения сами. Я в лонге. Даш очень красиво отскакивает прямо сейчас. Эфирчик тоже красиво отскакивает. Все прекрасно. Будьте бдительны. Торгуйте осторожно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам нравится криптоконтент. Подписывайтесь в телегу. И скоро увидимся. Всем профитролей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok